Четыре свойства – милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное свойство добра по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели, и это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывало до сих пор свой постепенный путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои руки и под свою власть, ибо тогда мы избавим себя от всей тяжести и страданий, которые история развития записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует знать, что они дали нам до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Раздел «Практические трудности в определении истины». Если обсуждать теоретически хорошие свойства, нет сомнения, что у нас нет лучшего свойства, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говоря об отношении между личностью и обществом, присутствует, когда личность отдает, целиком выполняя свою роль в отношении общества, и также берет свою долю от общества по-честному и по справедливости. Все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике это свойство совершенно не принимается обществом. И вот «Практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой». Ибо здесь есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом, и следует исследовать, в чем состоит этот дефект. И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее. Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получили свою долю согласно своему труду не более и не менее. Это единственная истинная основа, в которой не приходится сомневаться. Ибо нет сомнения, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действие его противоречит разуму и, очевидно, истине, о которой шла речь выше. Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принята обществом? Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов, и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще никак не раскроется свойство истины. И наоборот, здесь есть явная ложь из-за двух моментов. Первое – из-за физической составляющей. И второе – из-за психологической составляющей работника. Ведь от природы сила каждого человека для работы не одинаковая. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе из-за своей слабости, за один час труда, гораздо больше своего товарища, работающего два или более час. А кроме этого, у нас есть психологическая сторона. Ведь человек, очень ленивый от природы, за один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два или более часа. А с точки зрения свойства очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться больше другой для удовлетворения своих жизненных нужд. И на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других и используют их по своему злому умыслу в противоречии со свойством истины. Ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества. А если мы еще примем в расчет естественный закон следовать за большинством, такой вид истины, который возьмет в качестве основы количество часов видимой работы, совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством. И они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд. Итак, тебе ясно, что вышеописанная основа, то есть усилие личности на условиях очевидной истины и с нею вместе большинство общества является совершенно невыполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что свойство истины не имеет никакой практической способности организовывать в соответствии с собой пути личности и пути общества абсолютным образом. Другими словами, таким образом, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет того полного обеспечения, которое порабает порядку жизни в окончательном исправлении мира. Но мало того, есть трудности еще большие, чем выше названные. Ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе. А естественным, то есть свойственным от природы является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель. А все кроме него было создано только, чтобы облегчать и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен. А проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека использовать жизнь всех творений в мире ради себя. А все, что он дает ближнему, он дает лишь по необходимости. И даже и тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Однако это происходит с большой хитростью. Так, чтобы его товарищ не ощущал этого и уступал бы ему по собственному желанию. Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню. А поскольку душа человека происходит от Творца, единого и единственного, и все принадлежит ему, так же и человек, происходящий от него, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. Это является непреложным законом. И вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения удовлетворения неизменных страстей, другой для достижения власти, третий для достижения почета. И мало того, если бы это было возможно, без огромных усилий, он был бы согласен использовать весь мир для всего этого вместе. И для богатства, и для власти, и для почета. Однако вынужден выбирать по своим возможностям и способностям. И закон этот можно назвать законом индивидуальности, заключенной в сердце человека. И ни один человек не может избежать его. А каждый принимает в нем участие. Большой, согласно своей большой величине. Маленький, согласно своей малой. И вот, вышеназванный закон индивидуальности, заложенный в природе каждого человека, не порицается и не восхваляется, ибо он является естественной реальностью и имеет право на существование, как любой элемент реальности. И нет никакой надежды стереть его с лица земли или хотя бы немного смягчить его проявление, так же, как нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий. И потому мы нисколько не покривим душой, если скажем об этом законе, что он является абсолютно истиной. А поскольку это вне всякого сомнения, так как же мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества? Ведь нет ничего, что было бы дальше этого от человеческой природы, в то время как все стремление личности подняться выше всех членов общества. И вот мы, как следует выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины, так, чтобы он удовлетворял каждого индивидуума, который дал бы на него свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. Субтитры создавал DimaTorzok